Приветствую, друзья! Как только забрежит свет в конце туннеля, обозначается адрес надежды, и вся энергия человека и его энтузиазм направляется в сторону света. Да, вот таким светом может быть, например, синхрогимнастика для школьников 10-11 классов от профессора Матвеева, моего друга Анатолия Петровича. Там синхрогимнастика по методу саморегуляции ключ. Несколько страничек с картинками, с приемами, упражнениями отличаются от обычной физкультуры тем, что в моменте человек использует только те упражнения, которые резонансны его текущему состоянию, синхронны. А сам подбор этих действий развивает творческую личность. Вот это вот как раз-таки компенсирует то состояние человека, когда он истощен или когда он во фрустрации, когда его какие-то действия не дали ожидаемого результата. И в большом смысле общечеловеческом доброта его, которой он делился с кем-то, не получила ответной, адекватной реакции. И чтобы человек не сломался, он использует пять минут эту синхрогимнастику в удобный для себя момент времени. Вот в чем дело. Это баланс, который помогает сохранить человеке человечность, при том условии, что его доброта не получает адекватного ответа. А ведь это многих сломало. А ведь это вот как раз-таки разочаровало многих людей в человечности. И сейчас этим очень сильно пользуются различные манипуляторы, которые, например, говорят, если ты умный, а где твои деньги? Которые перекос в сторону материальных благ делают. Баланс же должен быть между духовными и материальными, потому что человек состоит не только из души, но еще и из тела. А тело хочет кушать, хочет спать, хочет тепла, свежего воздуха, а это все стоит денег. Так вот, друзья, вот эта несправедливость человеческая, когда человек не получает за добро, которое он делает, адекватное, позитивное отношение, которое он ждет, компенсируется. И это свет в конце туннеля, потому что там есть правило в синхрогимнастике, как подобрать действия, синхронные вашему текущему состоянию в моменте. Это глобальная вещь, поддерживающая баланс у человечества. До встречи, друзья!